Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Появляются такие виды квазиденег, как лайки, например, в социальных сетях, что они тоже делают исчислимым то, что вроде бы исчислению не поддается, не поддавалось в рамках классической вот этой вот либеральной капиталистической системы XIX века. частую жизнь, да, в то, как я там завтракаю. Да, почему на самом деле нужно это считать? Потому что это система либерализма, это система конкуренции. А что значит, что это система конкуренции? Это значит, что в ней все имеет ценность только по стоку, поскольку она сравнивается со всем остальным. А для того, чтобы оно сравнивалось, нужно как раз, чтобы оно было счастливым. Собственно, деньги, вот всеобщий эквивалент, да, это как раз вот эта система счастливости. И нужно, чтобы быстро можно было сравнить, да, без всяких каких-то тщательных, слишком сложных анализов. Для этой цели служат деньги и квази-деньги. Квази-деньги, они делают исчислимым то, что раньше исчислимым не было. Можно быстро взять и сравнить количество лайков, можно быстро взять и сравнить вот этот вот индекс. И, казалось бы, такая вот левая позиция, потому что шили к этому должна заключаться в критике, в каком-то таком, да, в апелляции к ценностям гуманизма, к вот этим вот, да, попираемым духовным ценностям. Но, на самом деле, я думаю, что такой классический марксистский подход, большевистский подход всегда заключался в том, чтобы понимать, что, на самом деле, капитализм, буржуазная революция – это прогрессивное явление, только оно не до конца прогрессивное. Оно в какой-то момент заходит в тупик и ограничивает само себя. Но при этом оно более прогрессивное, чем то, чему оно приходит на смену. В нем больше истины, в нем больше какой-то адекватности. И то же самое, верно, я думаю, по отношению к этой системе всеобщей исчисляемости. Я думаю, что настоящая критика вот этой вот системы глобальной исчисляемости, системы такого, да, того, что Дардой и Лаваль называют бухгалтерским субъектом. Они говорят, что появляется вот в этом мире неолиберализм, появляется новый тип субъекта, бухгалтерский субъект, который постоянно все свои жизненные проявления строит вот на этой системе расчета, да, строит на том, что он пытается просчитать вот в этой вот конкурентной системе сравнения, да, вот если я сделаю это, то как это будет, да, в какую позицию это мне позволит занять. Причем, да, системы вот этой вот, да, расчета, они могут быть очень разные. Для каждого социума, для каждой группы они разные, но при этом они всегда существуют. Вот, и да, и вместо того, чтобы противопоставлять этому бухгалтерскому субъекту, бухгалтерскому индивиду, какого-то классического субъекта, вот индивида неисчерпаемого с глубинами, которые, да, там вот, в которых можно бесконечно копаться, погружаться, я думаю, что по-настоящему радикальная критика неолиберализма должна заключаться в том, что неолиберализм не в состоянии сделать то, на что он претендует, но он не в состоянии по-настоящему посчитать, да, что на самом деле это правильно, да, что все области должны быть просчитаны, все области должны подвергаться такой вот калькуляции. Проблема в неолиберализме в том, что та математика, которой он пользуется, она недостаточна, она недостаточна, и она не дает возможности, она слишком груба, она действительно не дает возможности достигнуть вот этой вот ситуации, когда все будет просчитано. Поэтому, собственно, система исчисления сред предлагает некоторый альтернативный способ подсчета. Альтернативный способ подсчета основывается прежде всего на том, что на место двоичной системе, на которой построена господствующая математика, двоичной системе, которая лежит в основе функционирования современных вычислительных машин, которая, по большому счету, эта двоичная система основана на противопоставлении наличия и отсутствия соприкосновения, да, контакта и отсутствие контакта, нуля и единицы, да и нет. Так вот, на место этой системы новая математика ставит четверичную систему. Почему? Потому что, на самом деле, двоичная система, она чересчур абстрактна. Она не принимает во внимание того, что наличие и отсутствие контакта, соприкосновение и отсутствие соприкосновения может осуществляться различными способами. Да, ну и тут, казалось бы, опять можно сказать, да, что вот есть тысячи различных способов, цветущие многообразия, но этого, на самом деле, это не может быть базой для расчета. Да, нужна действительно какая-то система, базирующаяся на минимуме основных понятий, на минимуме аксиом. Проблема в том, что минимум двоичной системы, он слишком минимальный. Четверичный код, он исходит из того, что если мы задаемся вопросом о том, каким образом возможно минимальное соприкосновение, каким образом может осуществляться вот это вот наличие и отсутствие контакта, то мы приходим к некоторой изначальной детерминации, которая, на самом деле, не нашей мыслью устанавливается, она осуществляется на уровне такой вот прожестовости, некоторой исходной жестовости. Минимальное соприкосновение может осуществляться либо как максимальное прилегание, вот так вот, либо как минимальное проникновение, вот так вот. И именно вот это вот противостояние двух типов жестов, оно лежит в основе этой новой четверичной математики. Почему четверичная? Потому что для каждой из этих позиций, для каждого из этих жестов есть два модуса. Наличие касаний и отсутствие касаний. Для минимального проникновения, для максимального прилегания. Есть позиции плюс, позиции минус. И, собственно, вот этот вот четверичный код и является основой для математики нового типа. Первый уровень этой математики, этой исчислимости нового типа – это вот эти вот жесты. Но сам по себе этот первый уровень еще не дает возможности характеризовать ситуации, в которых мы обычно находимся. Для того, чтобы такая возможность существовала, нужны не просто жесты в себе, нужны жесты в отношении к ситуации. Второй уровень вот этой вот базовой исчислимости – это среда. То есть то, что осуществляет опосредование между жестами и ситуацией. Среда – это то, что записывается и может быть записано как некоторые последовательности цепочки вот этих вот жестовых кодов. То, что возникает благодаря тому, что минимальное проникновение и максимальное прилегание сочетаются друг с другом, накладываются друг на друга. И, собственно, вот этот вот второй уровень, который надстраивается над базисным кодом жестовым минимального проникновения и максимального прилегания и дает возможность характеризовать ситуации, в которых находимся мы, в которых находятся какие-то культурные единицы, в которых находятся социумы, в которых находятся страны, вселенные, что угодно. И характеризовать основные конфликты этих ситуаций. Вот. И, в принципе, может быть составлена базисная таблица 12 основных сред, которые как раз и являются основой для характеристики ситуации. Эти среды могут быть разделены на чистые, в которых полностью господствует максимальное прилегание или минимальное проникновение. Чистые среды, характеризующиеся господством максимального прилегания, это, прежде всего, упругость. Да, упругость – это, собственно, само максимальное прилегание в его такой вот предельной точке. И оно распадается на отскакивание. Это такое максимальное прилегание, когда оно распадается. И непроницаемость – это максимальное прилегание, которое слишком прилегает, которое врезается. А с другой стороны, чистое господство минимального проникновения – это цепляние. Цепляние – это такая базисная среда минимального прилегания. То есть репейник, который зацепляется, например, и от которого мы отцепляемся. Когда мы отцепились от этого репейника, это разрыв. А с другой стороны, чрезмерное минимальное проникновение превращается уже в максимальное проникновение. Это такой разрыв зияния в прорванных картинах, например, прорезанных. Ну и есть смешанные среды. Я сейчас не буду тут вдаваться слишком в их… Смешанные среды – это когда господство – это один из типов соприкосновения, но прямо как будто бы заражен другим. Например, если господство – это максимальное прилегание, но при этом оно заражено минимальным проникновением, то здесь среда, предел, который в наибольшей степени выражается, это скольжение, и оно распадается на ухабистости прилипания. И наоборот, господство минимального проникновения, зараженного максимальным прилеганием – это погружение, распадающееся на выталкивание и засасывание. Вот. Ну и я, собственно, что хочу сказать? Что я думаю, что эта математика позволяет исчислять то, что двоичная математика вычислить не позволяет. Она позволяет про ситуации, в которых мы находимся, говорить, что что-то тут у нас слишком много упругого. И этой упругости противостоит ухабистость, но ухабистость подавлена. Да, нужно, может быть, добавить сюда чуть-чуть засасывание, и тогда вот это вот все как-то придет в некоторое равновесие. И может, да, что мы все время цепляемся, а нужно, мы все время цепляемся, да, и пытаемся это цепление разорвать. А разорвать не получается, потому что нужно отскочить, а не разрывать. Ну и, собственно, да, вот о вычислении такого рода идет речь. И эта байсная математика континентальным институтом в различных его разработках реализуется уже технически. Потому что есть математика, а есть, собственно, инженерные какие-то ее способы реализации. И вот первичные способы реализации этой четверичной математики, они как раз и представлены, с одной стороны, в акустическом синтезаторе, который вот эту четверичную математику реализует на уровне звуков. А с другой стороны, в телесном компьютере, который эту математику реализует на уровне таких вот жестовых, актуальных взаимодействий. Собственно, мы хотим представить наш проект, совместный проект группы БКБ, перформанс-группы и конституционного института, который был организован в 2020 году. И мы поняли, что вот, как правильно сказал Йоэль, что вот этой двоичной и бинарной системы сегодня недостаточно. И главный вопрос сегодня, как два делится на четыре, где есть две вот эти оси, которые будут видны и в звуковом синтезаторе, который разработал Николай Ульянов. Сам по себе Николай Ульянов для нас очень важен, потому что это погибший брат Ленина. А с другой стороны, эта система реализована в телесном синтезаторе, в перформансе среды варежки, где, собственно, вот соотносится некая нарративная часть, некая речь с некой соответственной ей средой, которая собирается перформерами. И здесь что важно, что как будет работать Конституциональный институт, и здесь мы как раз тоже сходимся с темой фестиваля подготовленной среды в этом году, который посвящен правде и технологиям, что в Конституциональном институте тоже существуют две оси, независимые оси. Это сама Конституциональная теория, которая вырабатывается, прежде всего, философом Йоли Мрегевым, но и другими сотрудниками. И эта теория, после того, как она выработана, она пробируется на конкретных проектах. И да, вообще-то можно сказать, что так и работает любая теория, что всегда она проверяется на практике. Но здесь непосредственно, когда это все сведено в один проект, в институт, мы можем работать более динамично. И когда любая теория быстро идет в работу, проверяется и критикуется уже с точки зрения реализации в каких-то объектах, в перформансах, ну, объектах в широком смысле. И да, этот проект снимался всю ночь в музее «Гараж», за что большое спасибо. Мы его готовили вот в таких условиях, в условиях пандемии по Зуму. Поэтому, например, звуковой синтезатор собран только в виде пока цифровой модели. Но мы, я думаю, будем продолжать. И сделаем аналоговую или, ну, как быть, телесную модель синтезатора, которую можно будет использовать непосредственно зрителями. И мы будем использовать его в различных практиках. И также, я думаю, запустим в этом году консистенциальный фитнес, где каждый сможет собирать среды и использовать это знание на разных уровнях, в том числе, как там телесная практика. Спасибо. Я представлю музыкальную часть проекта Констинентального института Йоли Регева, Алика, ну, и вот наш с Аликом некоторый проект музыкальный по интерпретации сред. А из чего он состоит, значит, есть вот такая трехмерная конструкция. И с одной стороны у нас есть среды про максимальное прилегание, а с другой про минимальное проникновение. Значит, хотелось... Мы с Аликом придумали такую конструкцию, чтобы, значит, прилегание и проникновение были независимо друг от друга. И придумалась вот такая форма винта. Соответственно, синт... В теории Йоли Регева выделяется 12 базовых сред, шесть чистых, шесть смешанных. Все они изображены на синтезаторе. Есть также вид сверху, выглядит так, с обозначениями. Соответственно, значит, музыкально составляющая вся запрограммирована в языке SuperCollider. То есть весь звук синтезирован. В качестве основы взят звук винила. То есть крутится пластинка, и шумы состоят из... Соответственно, проникновения... Это проникновение иглы в пластинку, а сам равномерный шум от пластинки, он, соответственно, прилегания. Впоследствии он, правда, был заменен на шум океана, который, например, в качестве синтеза очень хорошо моделируется розовым шумом, так называемым. То есть океан, он такой поглаживающий звук поглаживания песка. Он звучит примерно так. И звука нет. Сейчас я включу звук. Да, вот такой звук волн. И с другой стороны есть проникновение. Некоторые щелчки. Разные люди. Ну, есть дополнительная еще логика про размыкание и замыкание. Они соответствуют разным интенсивностям звука. И каждой из частей, из 12, соответствует некоторой фигурке шестиугольной, которую можно видеть сверху на экране. Которые, типа, мы собираем среды вместе и пытаемся из них, так сказать, собрать и разрешить конфликт. Звучит это примерно так. Конечная цель будет собрать замкнутую петлю. Звучит это примерно так. Звучит это примерно так. Звучит это примерно так. Звучит это точно так. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok О, это ухабистость опять! Добавил субтитры DimaTorzok 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 О, а вот это что такое? А вот эта фигура фона Это уже не выразить твоим кодом Почему? Ну тому Не, ну... Ну потому что фон Всегда для тебя будет материален и средовен Да, а фон и так среда Это я знаю, что такое Ну, кстати, нет Фон можно анализировать Как среда, конечно Тут среда в среду превратилась Мне нравится это пальто замечательное Такое, я бы сказал Скользковато-липкое Вообще, довольно скользкая Липкая женщина Если вы приглядитесь В отличие от девочки Девочка скорее скользкая Подождите, куда черная собака взялась? Подожди, какая собака? Я не вижу никаких собак Что ты говоришь? Она дала Дала Это, Ёля, опять максимальное прилегание Наташа, мы не можем описывать предметы Мы еще не изобрели этот мир Это такая... Мы на стадии атомизма раннего Еще нет предметов Мы можем описывать только Минимальные все эти прилегания ваши И вот спутанность Спутанность, да, конечно Я ждал спутанности от варежки Нет, но это... Но это при этом еще и сцепление Потому что к этому льду... О, скольжение Скольжение Легкое Скольжение ухаживает Да, и вот этот чистокол Это намек на скольжение На сцепление на склоне А вот это вот вязаное Максимальное прилегание Проскользило Вот это вот Ну смотри, там подцепление А там развертие Там еще разрыв, разрыв Очень много рыхлости Рыхлости много, да-да Ой, как это было По-моему, там техника поменялась Да, сцепление Видите, она зацепляется И дальше не идет Опять ухабистость Тоже ухабистость Наверное Нет? Мягкость Ну это не среда Тут, конечно, все очень мягкое Это вот какой-то воскачок был О, боже ты мой Посмотри Посмотри, что с ним Ну, это вязаное, очевидно Что-то вязаное, да Вязаное Или вязаное Может, прыгучее Или завязанное Вязанное лучше, да Прыгучее Это довольно сложный уже объект Ну, вообще, живое Это, в принципе, упругое Я думаю, что такая среда Живое, это упругое Мне кажется, что да Но оно, типа, эластичное Упругивое, отскакивающее Угу Блин Наверное, верно Из кольсящего Здесь тоже очень много вообще Ну да Вообще, древние археологи Называли одну из тех субстанций Которую мы описываем пластилином А другую нитями Достоверно неизвестно Что это значило А где он здесь, пластилин? Нету здесь А что это написано? Все, у кого есть что? Собаки Вот это пластилиновое Вот это невязанное Это приятное что-то Да-да Такая женщина была создана Из этого скользкого и липкого Советская женщина Такая уставшая А этот какой-то явно Провисающий Видишь, я Я все пытаюсь как-то думать, конечно, в стихии Это, конечно, расширяющееся, огненное Я могу Это пузырчатое Пузырчатое, да Ну не знаю, оно как пузырь Я ощущаю это как то, что висит Это минимальное проникновение Это за максимальное проникновение Нет, нет, это классическое цепляние Да, расчесывание Это классическое цепляние За счет статических, да Ну явно доминирует скольжение, сцепление, в принципе, и рыхлость Ну, конечно, так это и есть Это потому что пластилин вязанный, да Это так называли раньше Ну, в смысле, тысячи лет назад Сейчас эти материалы уже неизвестны У нас есть только цифровая симуляция Ну, на четверичном коде, естественно Опять твердость Нет, тут нет какой-то твердости Не, ну вот эта палка, это Упал Скольжение опять Ну, много скольжения Прыгучесть, ребята Прыгучесть Ну, вот они не проваливаются, да Нету зияния тут Очень сложный мир пока что Сложно его описывать Мои простейшие Более сложные объекты, конечно Многомерные Ой, это что это было? Что это было? Эластичное Это было что-то очень, что-то важное А эластичность как-то соотносится с... Она тоже зацепилась Сцепляние Это растягиваемость какая-то В принципе, я думаю, что все-таки да Все-таки я бы сказала, что здесь главный конфликт Это скольжение И его модификация против зацепления Ну, тут нет такого прям против Ну, тут много скольжений Ну, почему? Ну, вот видишь, она зацепилась Ей не удалось скользить Сыпучесть, сыпучесть Ну, это вообще, по-моему, рисованный Очень красиво Вообще супер Они еще паттерны одинаковые повторяются Ну, вот Это то, о чем я говорю В мультипликации могут использоваться разные материалы Ты используешь пластилин вязкий У тебя уже все пошло Как бы Но это скорее про среды Вот эти материи Среды как стихии Тут они работают О, что за На материальный уровень выходишь Вот это, наверное, твое сейчас будет отталкивающее Потому что и в этом Видишь, у нее все падает И Идеалист, конечно Она рассыпается Доклад его Где он больше там про Платона рассказывает Так что какая-то перверсия или инверсия случилась Книжка у нее классная Книжка Вот это, прикиньте, да Девочка принесла Варежье молоко Максимальное прилегание Ёль Максимальное прилегание Сейчас просто, да Да Вот ты, блин, вообще Вот у меня такие же родители были Они очень плохо себя вели Че, они сильно прилегали? Или как прилегали? Нет, мне не разрешали животных заводить Я очень люблю животных Не, ну она, видишь, кажется Осознала, что Что она с ума свела просто Максимальное прилегание Да-да-да Иначе не сработает Такой симпатичный Максимальное прилегание Блин, он не такой грустный, как я думал Здесь же все хорошо заканчивается Ну, Юнос, это точно Минимальное проникновение Максимальное прилегание Такой хороший Все? У меня был другой конец У меня тоже был другой У меня плохой был конец Все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok